В первый же день около 75% бригады было втрачено, это было под Новой Каховкой, после этого было много мобилизованных и уже дальше мы в бои не вступали, мы просто были как резервная группа. Или сюда наша рота отказалась идти на штурм, так командира роты нас забрали, судить его я не знаю. Сейчас пришел другой командир роты, то он сам боится, чтобы его не посадили, наверное, не знаю. Отправляет нас на такие задачи. Моя конкретная и моих товарищей была задача, мы просто съели как пушное мясо, по нам работала артиллерия, чтобы просто украинская артиллерия могла по ним навести, украинская армия людей не щадила, отправляла тупо в мясо, просто чтобы увидеть сопротивника артиллерию. Так, ну, это так и было. Я сдался, я живо остался. Если бы не сдался, ну, я не знаю, куда бы девался. Просто бы даже тело не вернули. И это бы было горе, а явно не власти, там, как говорят, загинул героем Украины, а родителям. Что с этого? Герой? Какой герой? Герой это, когда живешь мирно, воспитываешь детей, вот это герой, а пойти воевать, за что? Хочу сказать к украинским парням, своим, ну, парням, которых призывают на службу, не надо. Вам, ну, вас просто кинут, так же само, как меня, оставят в лесу и скажут, делай себе что хочешь, как хочешь. И вот, на сетке, о которой я сожалею и думаю, если вы отправитесь, так же само, тоже будете жалеть об этом. Очень сильно. Так что, пока у вас есть возможность, задумайтесь, что это не стоит этого. Парни, живите, ну, делайте так, чтобы вас не отправили, ну, все возможное, сами, в том месте убегайте, я не знаю, оставляйте оружие, отказывайтесь, сдавайтесь.